Всем привет, друзья! С вами канал Сергей Елеся. И, как вы видите, видео называется «Шок! Я потерял документы в Польше». И вот да, каждое слово здесь правда. Друзья, сегодня случилась со мной пренеприятнейшая вещь. Я потерял барсетку с документами. И хуже всего, что я даже не знаю где. Я знаю только, что где-то по пути от центра к улице, туда на Пекары, в район Коперника, улица Коперника, где-то там. То есть я просто уже когда сел в машину, обнаружил, что барсетки с документами у меня нет просто. И как бы уже только догадываться я мог, как я ее потерял. И, в общем, такая вот плохая ситуация. Возможно, ну, как вы знаете, что я поменял работу, да, в связи с этим вот. Скоро должен начаться мой первый день. Я вот как бы так немного на эмоциях расслабился. И сами знаете, что бывают такие какие-то вот провалы, что ты вот просто… Ну, как мы теряем вещи, да, мы обычно теряем. То есть мы просто видим, что их нет, да, вот бросаемся, а их просто нет, да. И ты не замечаешь, когда ты их потерял, да, вот где оно исчезло. И вот так произошло и у меня. То есть я приехал я на стоянку Феррио в Легнице. Это все в Легнице. Я, кстати, хочу сказать, что обращаюсь, это видео особенно направлено к жителям Легницы, потому что, возможно, кто-то эту барсетку, вернее, такая наплечная сумка, вот здесь, вот я вам фотографию покажу, вот такого типа, наплечная сумка. Там лежат документы, какие я сказать не могу, сами понимаете, в целях избежания мошенничества, да, и чтобы не усложнять себе жизнь еще больше. Но, скажем так, довольно-таки важные для меня. И хочу обратиться, ребята, вот ко всем жителям Легницы, да, в любом случае кто-то их нашел, потому что это было утеряно на дороге, ну или на тротуаре, я не знаю. То есть, как бы, в любом случае кто-то нашел, если кто-то нашел, ребята, документы, знаете, что они очень важны, то есть намного важнее, чем какие-то мелкие деньги, которые были в той барсетке. И я очень прошу вас связаться со мной, то есть вы можете либо написать в комментариях, либо в фейсбуке, я оставлю ссылочку, либо позвонить по телефону, я тоже оставлю свой номер телефона, то есть и сообщить мне. То есть это действительно очень важно, потому что если разобраться, то восстановить очень непросто. Что я хочу сказать, вот с документами у меня вечные проблемы, я так сейчас подсчитал, терял их три раза, то есть документы первый раз, два раза я терял в Богодухове, первый раз я как бы потерял, и через несколько, скажем, дней мне под калитку, я даже не знаю, как я потерял, если честно, обычно оно же теряется, ты не знаешь как. Под калитку, там где я живу, подсунули эти документы, как бы, и я их просто нашел, то есть один раз вообще был случай, ну, вы, конечно, будете сейчас писать комментарии, но бывает такое, это догоняет меня автомобиль, сигнал и тормозит, и... Я приехал на мотоцикле, и водитель мне вручает мою барсетку с документами, да, это в Богодухове было, конечно, между этими случаями, это не то, что они там случились там один за одним, нет, там проходили там пять, десять лет, возможно. Третий раз, как вы знаете, уже я видео делал, мы в Турции потеряли документы, тоже так, по глупости, то есть, наставили, рассчитывались и машинально, и за усталость, и за всего, ставили на баки мотоцикла вот эту барсетку с документами, и как бы уехали, она выпала, и турки, какие люди нам вернули, потому что мы как-то вспомнили примерно возможное место, что это заправка была, вернулись на ту заправку, и ребята вернули, и даже вернули деньги, мы, конечно, их отблагодарили, но, сами понимаете, могли бы быть проблемы еще тогда, и вот сейчас Польша, вы знаете, друзья, обращаясь также к полякам, особенно, это ваша страна, мы здесь гости, вы знаете, как я отношусь к Польше, я очень ценю эту страну, очень люблю, стараюсь людям показать ее только с лучшей стороны, и всегда говорю о том, что поляки очень дружелюбные, близкие по менталитету, хорошие люди, и я очень хочу, чтобы эта барсетка попала в руки к такому человеку, неважно, это украинец, поляк, кто бы это ни был, то есть, можно отнести ее в милицию, можно позвонить просто мне и сказать, что вы нашли, что нашли, допустим, какая разница, неважны документы, можно подкинуть куда-то, где ее найдут, то есть, вариантов куча, если вы боитесь там или что, но, если документы, я понимаю, что они вам не нужны, то есть, если есть возможность вернуть, то, пожалуйста, верните, потому что для меня будет это восстановление очень сложно, это мои старания, мои труды, и, можно сказать, это повлечет непонятные действия с нашей, ну, вернее, непонятные, но, как бы, как бы, ничего хорошего в этом нет. Друзья, не хочу вас задерживать, большое спасибо за внимание, если можете, сделайте какой-то репост, полигниться моей записи или моего сообщения, то есть, может, что-то слышали, посоветуйте, как можно еще обратиться к людям, как выйти на людей, чтобы они услышали меня, да, пишите комментарии, поддержите лайком, и сейчас я вам всегда стараюсь преподнести хорошее настроение, то есть, мне очень нужна взаимная связь, взаимная поддержка от вас, как никогда. Друзья, надеюсь, скоро я поделюсь хорошими новостями, потому что, как говорили в фильме Троя, что иногда Боги утром благословляют, а вечером проклинают, я думаю, это имеет обратную связь, мы будем ждать снова благословения. На этом все, друзья, извините за ваше потраченное время, до скорых встреч, жду ваших комментариев, пока-пока.